Никита Коробейников А вот Валерьян Панфилов, ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» и посол ГТО, получил золото. Решил проверить себя и прошел испытания на отлично. Говорит, чтобы добиться высоких результатов, важен настрой. При желании можно найти место, но лучше, конечно, чем, как мы раньше играли, по грязи, а сейчас все выходят чистенькие и с игры уходят тоже чистенькие. Так и здесь. Вот сейчас пришел с удовольствием. Какие тренажеры. Это же вообще потрясно. 250 тысяч самарцев изъявили желание сдать ГТО. Каждый седьмой получил заветные значки. В основном это молодые люди, школьники и студенты. Президент России Владимир Путин поставил задачу привлечь к спорту и старшее поколение. Для этого по нацпроекту «Демография» проводят спортивные праздники и соревнования. Строят новые площадки. В этом году в регионе установили пять таких комплексов для ГТО. Правительство лично под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова реализует региональную составляющую национального проекта «Демография». Развивается инфраструктура, вводятся новые спортивные объекты, площадки по месту жительства. Совершенствуется календарь мероприятий и во всех городах районных областей, и областной комплекс мероприятий по различным видам спорта. И самый любимый – легкая атлетика, лыжный спорт. Теперь для сдачи норм ГТО в Самаре появилась специализированная площадка. Лагерь «Олимп» распакнул свои двери для всех желающих. Но чтобы там потренироваться, нужно будет получить специальный пропуск. Приложил карточку, зафиксирован в системе, занимался, здесь ушел. И таким образом мы сможем, во-первых, ввести количественную статистику занимающихся, регулярно занимающихся, потому что будет понятно, какой житель, сколько времени провел на данной площадке и сколько времени, соответственно, потратил на занятия физкультурно-спортом. На территории лагеря установлено видеонаблюдение, чтобы защитить площадку от вандализма. Летом здесь будут заниматься ученики самарских спортшкол. Мария Левина, Василий Калдашов. События.